Трилогия Пардемеуса 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 Мне как-то повезло, меня Лавлис никогда не вызывал, и теперь я вовсе не жаждал испортить отношения с ним или его слугами Но у меня не было выбора, я должен был выполнить приказ мальчишки Насквозь промокший трост, сбегировал с ветки и перелетел через дорогу старательно, обогнув круг света от уличного фонаря Птаха приземлилась у угла ограды на пятачок, заросший чахлой травой На пятачке валялись четыре черного мешка с мусором, ждали утра и мусорщиков, которые их подберут Трост в припрыжку скрылся за мешками, кот, наблюдавший за птицей из некоторого расстояния, о двух планах сразу коты это умеют Несколько мгновений ожидал, что до выбора нет, не дождался, и из любопытства сунулся за ней Но троста за мешками уже не оказалось, и вообще никаких птиц там не было, лишь свежая картофина Терпеть не могу вкус грязи, неподходящая до субстанции для существа, сотворенного из воздуха и огня Насойливая тяжесть земли здорово меня угнетает всякий раз, когда приходится близко соприкасаться с этой стихией Потому-то я очень привередлив в выборе воплощений Птицы прекрасны, насекомые отлично, летучие мыши в самый раз Всякие быстробегающие твари тоже неплохо Лазающие по деревьям еще лучше Те, кто копошится под землей, мерзость, кроты хуже некуда Но когда надо обойти охранный щит, особо привередничать не приходится Я предположил, что под землю он не уходит, и я оказался прав Крот прокопал себе дорогу глубоко внизу под основанием стены Магическая сигнализация не сработала, хотя я раз пять ударился головой об камень Об пять разных камней, а не пять раз об один и тот же Это я так на всякий случай уточняю Люди иногда бывают поразительно тупыми Но я продолжал рыть, и через двадцать минут копания, сопения и ворочения носа от дождевых червяков я очутился на поверхности Крот осторожно высунул голову из небольшого земляного холмика, образовавшегося посреди безукоризненно ухоженного лаврисовского колзона Сверек огляделся по сторонам, проявляя, что творится вокруг В доме в окнах первого этажа горел свет, шторы были задернуты, окна верхних этажей, насколько мог видеть, крот были темны Над головой выселся полупрозрачный синеватый свод магического защитного купола Один из желтых кархульных тупо катился в трех метрах над живой искородью Остальные двое, скорее всего, находились сейчас с другой стороны дома Я еще разок попробовал взглянуть на седьмой план, и снова ничего И снова все то же ощущение предающейся опасности Ну ладно Крот вернулся под землю, двинулся под корнями травы по направлению к дому И вынырнул посреди клуба, расположенные премесленько под ближайшими окнами Тут я всерьез задумался, невзирая на искушение, прокопаться в подвал, двигаться дальше в этом облике не стоило Надо было придумать что-нибудь другое До поросших шерсть чужие грота донесся смех и звон бокалов Звук был на удивление громким, как будто расставался совсем рядом В стене в каком-нибудь полуметре от меня красовалась потемневшая от времени решетка вентиляционного отверстия Я облегченно вздохнул и превратился в му Прячаясь за вентиляционной решеткой, где меня никто не мог видеть Я оглядел своими в осыточными глазами в вполне традиционную гостину Полстый пушистый ковер, ташнотворные полосатые обои Кошемарная хрустальная конструкция, претендующая на роль люстры Две поди мне уже от времени картины масла Диван и два удобных кресла, тоже полосатые Низенький кофейный столик с серебряным подносом на нем А на подносе бутылка красного вина Покалов на подносе не было Они обнаружились в руках у тех двоих, что пребывали в комнате Одной из них была женщина Она выглядела довольно молода А для людей это означало, что она чрезвычайно юна И, пожалуй, была довольно хороша собой На эдакий чувственный манер Большие глаза, коротко подстриженные темные волосы Я машинально запомнил ее внешность Завтра, когда я отправлюсь с визитом к мальчишке Нужно будет явиться в ее облике Только в обнаженном виде Посмотрим, как на это отреагирует его непреклонный, но все-таки незрелый разум Для любопытных объясняю Для меня не составляет ни малейшего труда превратиться в женщину Точно так же, как и в мужчину Пожалуй, женщина в некоторых отношениях сложнее Но я не стану сейчас в это вдаваться Женщина, мужчина, крот, личинка Все они по большому счету одинаковы Разве что мыслительность, способная малость разнятся Впрочем, в тот момент меня куда сильнее интересовал мужчина Которому эта женщина улыбалась Он был высок, худощав и красив, несколько педантичной красотой Волосы, прилизанные при помощи какого-то сильно палущего геля Небольшие круглые очки Крупный рот с хорошими зубами Выступающий вперед подбородок Что-то мне подсказывало, что это и есть тот самый волшебник Саймон Лаврис То ли неуловимая аура силы и властности То ли собственнический жест, которому он отвел костей То ли мелкий песенок на втором плане Борящего его за плечом Обдительно возматривающий некрасивый хозяин Какая опасность Я раздраженно потер передние лапки Придется удвоить осторожность Песенок сильно осложняет дело Только не появите меня неправильно Я вовсе не боялся этого песенка Я помог его прихлопнуть одним пальцем Но он находился здесь по двум причинам Потому что был бесгранично преданным хозяином И потому что отличался особой наблюдательностью Ему хватило бы секунды, чтобы разкусить Мою искусно сотворенную мужчину Жаль, что я не превратился в паука Они способны часами сидеть неподвижно И ни о чем не думать Мухи куда более нервные и подвижны Но если изменить облик прямо здесь Раба волшебника наверняка меня засечет Пришлось принудить мое тело Задоиться и не обращать внимания на боль Которая вновь настигла меня На этот раз она нарастала под хитиновой ополочкой Волшебник толкал речи Был всецело поглощен этим занятием Дамочка таращилась на него Глазами влюбленного с пониеля Такими круглыми, глупыми и восхищенными Что мне захотелось ее укусить Это великолепнейшая возможность, Аманда Ты станешь одной из тех, кого зовут сливками лондонского общества Ты знаешь, что сам премьер-министр Высказывал желание взглянуть на твое поместье Я сумел этого добиться Мои враги несколько недель преследовали его Своими гнузными инсинуациями Но он по-прежнему намерен провести конференцию в твое поместье Так что, как видишь, любовь моя Я по-прежнему способен влиять на него, когда тело того стоит Главное знать, как сыграть на его слабости Как подольститься к его самолюбию Между нами говоря, он ведь на самом-то деле довольно слаб Его конек — очарование Но в нынешние времена премьер-министр даже эту магию редко пускает в ход Да и зачем? У него достаточно людей в штатском, которые сделают за него Лавлистр ищал безумно Кутак и сыпал именами тех или иных шишек Женщина подтягивала веноги вала Удивленно ахала и восклицала в нужных местах И придвигалась к нему поближе Я чуть не зажужжала скуки Если бы этот разговор услышал кто-нибудь из людей У него наверняка челюсть бы отвисла от изумления Ибо волшебник сделал на редкость подробный доклад о коррупции в британском правительстве Но мне до этого не было никакого дела Я видела, как рассыпалась в пыль множество цивилизаций Куда менее могучих, чем это И подобные мелочи меня не интересовали И потому я, чтобы убить время Безуспешно пытался припомнить Какие сверхъестественные силы мог привлечь к себе на службу Саймон Лавлис К таким вещам лучше готовиться за котя Внезапно Безенок насторожился Он развернул голову на сто восемьдесят градусов Уставился на дверь Располагавшись в противоположном конце гостиной И осторожно ущипнул волшебника за ухо, о чем-то его предупреждая Несколько секунд спустя дверь отворилась Почтительно вступил лысый лакей в черный ливре Сегодня я уже не вернусь домой Можно я тебе позвоню? Сходим завтра вечером в театр Это было бы чудно, Саймон Тогда договорились Один мой друг Мейкбис поставил новую пьесу Я сейчас закажу билеты Ну а пока Картер отвезет тебя домой Мужчина и женщина Гебезенок вышли Оставил дверь приоткрытой У них за спиной осторожная муха Выползла из укрытия И беззвучно перелетела через комнату К новому наблюдательному пункту Откуда был виден холм Несколько минут были заполнены бурной деятельностью Бальто надевались, распоряжения отдавались Двери хлопали, затем волшебник отбыл Я вылетел в ход, он был широким и холодным Пол был выложен черными и белыми плитками В огромных керамических горшках Росли ярко-зеленые папоротники Я погружил вокруг люстры, прислушившись В доме было очень тихо Звуки доносились лишь из куни И то вполне не видны Звон тарелок и кастрюль Да и изредка огромная дрыжка Должно быть у повара проблемы с желудком У меня мелькнула мысль Пустить в ход осторожный, магический Импульс И попробовать с его помощью определить Где волшебник хранит свои магические артефакты Но потом я решил, что это чересчур рискованно Даже если у дрифтона нет никаких стражей Импульс могут засечь караульный, дежурящий на улице Что ж, придется мне отправиться на поиски Собственной мужиной персоной На всех планах было чисто Я пролетел по коридору, а затем доверившись индухицею вверх вдоль лестницы Лестничная площадка выходила в коридор Пол застелен толстыми коврами Стены увешаны картинами Меня сразу же заинтересовало ответвление, уходящее вправо Там примерно на полпути до конца коридора Придоился наблюдатель Человек принял по его задатчику противопожарной сигнализации Но на других планах проступал истинный облик наблюдателя На потолке сидела жаба С пренеприятными, выпученными глазами Примерно раз в минуту она подпрыгивала на месте И немного разворачивалась Когда волшебник вернется, сторож доложит ему по всем, что происходило в это время Я направил в сторону жабы немножко магии Из потолка вытек густой маслянистый пар и окутал наблюдателя Пока временно ослепленная жаба в недоумении подпрыгивала и квакала Я пулей пронесся по коридору к двери, расположенной в его торце Из всех дверей, выходящих в этот коридор, лишь у этой не было замочной скважины Под деревом, выкрашенным в белый цвет, скрывались металлические полосы Целых две причины начать с этой двери Под дверью имелась крохотная щель Она была слишком маленькой для насекомого, но мне все равно до боли хотелось измениться Ухо растаяло струйкой дыма, дым втянулся в щель Как раз в тот миг, когда пароваза и оса, окутывавшая жаба наблюдателя, развеялась В комнате я превратился в ребенка Если бы я знал, как зовут того подмастерия, то есть чисто вредности принял бы его облик Пускай бы Саймон Лавли споломал себе голову, разбутывая это похищение Но поскольку имени его я не знал, то и возможности такой не имел Потому я превратился в мальчика, которого некогда сновал и даже любил Его прах давным-давно был поводом Нила, так что мое преступление ничем ему не повредит А мне приятно было его вспомнить Мальчик был смоклым, с живыми, блестящими глазами Оплачен он был в набедренную повязку Он огляделся по сторонам, по своему обыкновению, немного склонив голову на бок В комнате не было ни единого окна Вдоль стен стояло несколько застекленных шкафчиков, заполненных всякими пагическими атрибутами Большинство из них годились лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза, несведущему люту Нет, для волшебника все это выглядело достаточно внушительно Тут можно было найти хрустальные шары, зеркала для прорицания, черепа из кропниц, мощи святых, шесты для заклинания духа, вводятые у сибирских шаманов, бутылки с кровью сомнительного происхождения, маски колдунов, чучела крокодилов, новомодные волшебные палочки, вешалку, на которой грузовались площади разнообразных церемоний И великое множество увесистых книг по магии Фолианты выглядели так, словно их написали в незапамятные времена и переплели чуть ли не в человеческую кожу Но вполне вероятно, что неделю назад изготовили в массовом порядке на какой-нибудь фабрике в Гэтварде Волшебники любят подобные штучки, им нравится напускать на себя таинственности А некоторые так и вовсе умудряются почти поверить во всю эту переберту И еще они просто обожают приводить непосвященных в трепет А кроме того, подобные безделушки отвлекают внимание от истинного источника их силы, от нас Но было здесь и несколько весьма любопытных вещичек Вот, например, рок для вызова демона Я знал, что он настоящий, поскольку мне при одном взгляде на него сделалось нехорошо Стоит разок подуть в него, и все, кто окажется в пределах досекаемости волшебника Приползут к нему на брюхе и станут слезно болеть, чтобы он им что-нибудь поручил Шестокий и очень древний инструмент Я обожел его стороной В другом шкафчике лежал глаз, вылепленный из глины Мне уже случалось видеть такое в голове Голева Интересно, этот идет Лабли знает, какая мощь дается в глиняном глазу? Почти наверняка нет Небось, приобрел бестелицу на ярмарке где-нибудь в Центральной Европе Так, в качестве своих мира Магический туризм, блин Они все на нем сверхнулись Разъезжаются автобусными экскурсиями по местам всяких великих магических событий Или даже нанимают самолеты Благо, многие из волшебников не знают недостатков средства Охают и ахают при виде всяких достопримечательностей Храмов, мест рождения разных прославившихся магов И мест их ужасной кончины Так и норовят стырить оплона к статуе Или обжарить черный рынок в надежде купить по дешевке что-нибудь сногсшибательное Нет, меня так бесит вовсе нефантализм в отношении культурных ценностей Просто эти волшебники-туристы невыносимо фульгарны Ну что же Если Лавлису не повезет Когда-нибудь это штуковина его прикончит И здесь же хранился амбулец Амарканда Он располагался в отдельном небольшом ящичке Защищенный стеклом и собственной репутацией Я подошел поближе, попутно, прочесав все планы на предмет затаившейся опасности Ничего особенного я не обнаружил Но на седьмом плане чувствовалось какое-то движение Не здесь, нет, но где-то поблизости Надо поторапливаться Амулет, сделанный из потускневшего золота, был невелик Он висел на короткой золотой цепи В центре красовалась овальная нефритовая вставка На амулете был вычеканен Несложный узор, стилизованное изображение бегущих коней Кони были главным богатством некого народа Из Центральной Асии 3000 лет назад затворившего амулет А затем схоронившего его вместе с одной из своих принцесс Там его и нашел в 50-х годах XX века какой-то русский археолог У археолога его в скорости украл волшебник, распознавший ценность находки Как амулет попал к Саймону Лавлису и кого он ради этого убил или одурачил Я понятия не имел Я снова наклонил голову на бок и прислушался В доме было тихо Смоглый мальчик занес руку над шкафчиком и улыбнулся своему отражению, стеснувшему кулак А затем с силой опустил кулак на стекло Сотрясение магической энергии разнеслось по всем семи планам Я схватил амулет и надел на шею Потом быстро развернулся В комнате все было по-прежнему Но я чувствовал, как что-то движется по сильному плану и стремительно приближается ко мне Время ж нырять крыдучесть миновала Уже ринувшись к двери, я краем глаза увидел, как в воздухе внезапно открылся портал Кто-то шикнув в комнату, заслонив черный проем Я налетел на дверь и врезал по ней своим мальчишечьим кулачком Дверь сложилась пополам, словно игральная карта Немедленно, мгновение, я бросился через порог Когда я очутился в коридоре, шапа тут же повернулась в мою сторону Из ее распахнутой пасти вылетел ком зеленый слизь Страшевая тварь метила мне в голову Я увернулся, и ком врезался в стену, уничтожив картину Он разъел обои и штукатурку до самой кирпичей Я швырнул в жабу заклинание сжатия Жаба жалобно квакнула, съежилась в маленький шарик и шлюпнулась на пол А я уже мчался дальше На бегу я соорудил вокруг своего физического тела щит На случай, если в меня тоже что-нибудь метнут Как оказалось, это был мудрый шаг Ибо в следующее мгновение сверкнула зеленая вспышка И в пол буквально рядом со мной ударил сгусток энергии Преследователь сотворил заклинание взрыва Удар был столь зелен, что меня швырнуло вперед, и я врезался головой в стену Зеленые языки пламени обрезнули меня, оставив полосы на обоях Словно кто-то провел по стене гигантской рукой Я поднялся, страхнув себя осколки кирпича и оглянулся В дальнем конце коридора в проеме разбитой двери стоял некто Принявший облик очень высокого мужчины с ярко-красной кожей и головой шагала Портинеус По коридору прокатился еще один взрыв Я сделал сальто в сторону лестницы И когда взрыв разнес в пыль Укол стены кубарем пролетел по перилам и проехал метра два по черто-белому полу Раскало шмате множество плиток Я вскочил на ноги и взглянул в сторону главной двери Сквозь матовое стекло виделся желтый силуэт одного из караульных Этот тупица притаился в засаде, не сообразив, что его могут увидеть изнутри Я решила, что выйду где-нибудь в другом месте Разум всегда берет вверх над крупой силой Но все-таки мне нужно было убираться и побыстрее Доносившийся откуда-то сверху шум Звидетельствовала погонь Я пробежала через пару комнат Библиотеку и столовую Каждый раз кидаясь к окну И каждый раз отступая, поскольку за окном маячила Какая-нибудь из желтых тварей А то и не одна Глупость охранников, заставлявшая их действовать столь тупо и прямо Была сопоставима лишь с моим нежеланием проверять Каким именно магическим оружием они оснащены Сзади кто-то яростно вопил, выкрикивая мое имя Что-то мне подсказывало, что впереди меня не ждет ничего хорошего И подсказывало все громче Под эти вопли я распахнул очередную дверь И оказался на кухне Межкомнатных дверей здесь больше не было Но зато был проход, ведущий во что-то вроде пристроенной теплицы Там росли травы и всякая зелень За теплицей виднелся сад И все те же трое карахунных С поразительной скоростью Носившихся вдоль этой стороны дома на своих вращающихся ногах Чтобы выиграть время, я наложил на дверь, сквозь которую вошел печать Потом осмотрелся и увидел повара Повар восседал, откинувшись на спинку стула И водрузив ноги на кухонный стол Тучный, жизнерадостный, красноборный дядька с огромным тисаком для рубки мяса в огромной лопище Занимался он тем, что при помощи этого тисака Холил ногти Каждый обрезок приземлялся точнюхонько в камине При этом повар Исводил с меня своих маленьких темных глазенок Мне сделалось как-то не по себе Похоже, этого типа ни капли не удивило внезапное появление у него на кухне мальчика-египтянина Я проверил повара на других планах Сперва по шестой он выглядел одинаково Дородный дядяка в белом вардуке А вот на седьмом Опа Пардемеус в аквар Как дела? Да ничего Давненько тебя было не видно Ну, как-то так Жаль, жаль Да, ну вот я здесь Это точно Во время этой очаровательной беседы из-за двери непрерывно доносились раскаты взрывов Но моя печать держалась крепко Я постаралась улыбнуться как можно любезнее Джабар все такой же заводной, как я погляжу Ага, все такой же Только сдается мне Пардемеус Что теперь он стал еще голоднее По-моему, это его единственная перемена На вид Так он никогда не бывает сытым Даже когда ему только что довелось поесть А в нынешние времена Как ты можешь докататься? Такое случается нечасто У вашего хозяина что? Девиз Держи слуг в проколоте Чтоб злее были Однако он должен был быть очень могущественным Чтобы держать в рабстве тебя и Джабара На губах повара промелькнула легкая улыбка Резким движением ножа Он отправил очередной пресок ногтя в полет Ноготь вонзился в штукатурку на потолке И там застрял Пардемеус, ты же знаешь В приличном обществе таких слов не говорят Просто мы с Джабаром ведем игру с дальним прицелом Конечно, конечно Кстати, оу, различие в силах Я заметила, что ты предпочитаешь не обращаться ко мне на седьмом плане Это как-то невежливо Ты что, опасаешься моего истинного облика? Ничуть в аквар Просто меня от него тошнит Я сам не эпоха весть, какой крысовчик Но у факварла на мой вкус Чур-чур много щупальцев Как славно Кстати, Пардемеус Я в восторге от выбранного тобою облика Очень миленький Но я смотрю, ты отягощен неким амулетом Не будешь ли ты столь любезен Снять его и положить вон на тот стол Тогда, если ты скажешь мне, на кого ты работаешь На какого волшебника Я постараюсь что-нибудь придумать Чтобы наша встреча не совершилась роковым образом Очень мило с твоей стороны Но ты же знаешь, что я не могу этого сделать Ну, не совсем так Я бы мог отдать амулет И тем самым провалить дело Но после этого мне Даже если бы я сумел утратить в акварла Пришлось бы явиться с пустыми руками К тому бледному мальчишке Я и без того в его власти А неудача окончательно отдаст меня на его милость А эта идея мне отчего-то не нравилась Не верилось мне, что от него дождешься милости Повар воткнул свой мясницкий нож в край стола Давай на чистоту Ты можешь и именно так и сделаешь Я ничего против тебя не имею Возможно, мы когда-нибудь снова будем работать вместе Но сейчас я связан точно так же, как и ты И тоже должен исполнять возложенные на меня обязанности Так что вопрос, как обычно, сводится к силе Поправь меня, если я ошибаюсь Но у меня такое ощущение, что ты сегодня не в самой лучшей форме Иначе ты вышел бы через парадный подъезд на ходу Прихлопнув треногов А так они гоняли тебя по всему дому Пока не согнали сюда ко мне Мне просто захотелось поразвлечься Парденеус, может, ты перестанешь потихоньку продвигаться к окну Такую неуклюжую ловку заметил бы даже человек А кроме того, снаружи тебя все равно поджидают треноги Отдай умлет, или тебе придется убедиться, что твой тряхлый щит никуда не катится С этими словами он встал и протянул руку Воспоследовала пауза Из-за моей печати по-прежнему слышались взрывы Воображение у Джабара маловато, зато упорство хоть отбавляй Ничего, эта дверь сама по себе должна довольно долго продержаться В саду парили трое охранников, дыраща с на меня всеми глазами Я оглядел комнату, пытаясь срочно что-нибудь придумать Амулет, Барденеус Я медленно, даже немного напыщенно поднял руку и взялся за амулет А потом прыгнул влево И в тот же самый миг снял печать с двери Факварл раздраженно вырукался и попытался сделать какой-то жест Но совершить его он не успел Его накрыл особенно мощный взрыв, проломившийся сквозь дыру на том месте, где прежде была печать Факварла швырнула в камин и засыпала обломками стены Я же прорвался в теплицу в тот самый момент, когда в кухню сквозь пролом шагнул Джабар Пока Факварл выбирался из-под цвала, я выскочил в сад Караульные, глаза плюца и вращающиеся ноги, трянулись на меня На концах их ног появились когти, напоминающие косы Я сотворил иллюминацию, самую яркую, которую только мог Сад залил ослепительным светом, словно здесь взорвалось солнце Караульные зачерикали от боли в обожженных глазах Я перепрыгнул поверженных стражей и помчался через сад, уворачиваясь от бьющих из дома магических молний Несколько деревьев они такие спепелили Я забежал в дальний угол сада между компостной кучей и газонокосилкой и перескочил через стену Сквозь синюю магическую сеть я прорвался на пролом В ней осталась дыра в форме мальчишеского силуэта Тут же повсюду затрезвонила сигнализация Я тяжело приземлился на тротуар Амулет тяжело болтался у меня на груди И со стены послышался топот копыт Кто-то мчался голубом Пожалуй, самое время сменить облик Соколы-сапсаны — самые быстрые птицы на свете В петтировании они способны разгоняться до 200 км в час Но вряд ли хотя бы один из них развивал такую скорость в горизонтальном полете над крышами северной части Лондона Многие даже усомнились бы в том, что такое вообще возможно Особенно когда на шее у птицы висит увесистый амулет Однако же достаточно сказать, что когда Факварл и Джаббер наконец-то выбрались в Хэмстонский закоулок и создали незривую преграду Впрочем, ее тут же пробил идущий на большую скорость автомобиль Меня уже нигде не было видно Я давно успел смыться Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш СМР-канал Я буду рада видеть вас здесь на следующих своих видео Спасибо за просмотр!